Меня интересует Фи-15. Можете ли вы, не выписывая до 15-го четвертого последовательного сельпанача, сказать, чем равно Фи-15? Фи-14, 13, 14. Это, конечно, верно. Тогда надо будет выписывать. Что? Ну да, это все. Нет, еще раз. Вам разрешено пользоваться значениями последовательности от 1 до 8. Вот те числа, что там на доске написаны. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Это совершенно используется. Сейчас мы получим замечательную форму. Добавляем какую-нибудь клетку, ну, восьмую. И скажем, что все маршруты делятся на два типа. Есть те, когда мы наступили на восьмую клетку, и когда мы перепрыгнули. Смотрите, что значит перепрыгнуть в восьмую клетку? Как иди в восьмую клетку, и в девятую клетку. Нет. Это значит, как вот здесь мы идем, я не знаю, как. А вот здесь прыжок. Понятно? А есть другой способ. Как-то мы здесь идем, сюда припрыгнем. Как-то мы здесь идем. Будете добры сказать, сколько таких способов и сколько таких? Ну вот, когда перепрыгнем, это фи седьмое, против фи седьмое. Неверно. Ну что? Кто скажет? Фи седьмое. Нет, вот таких способов, конечно, фи седьмое штука. Кстати, фи седьмое это сколько? Тринадцать. Тринадцать штук, очень хорошо. А таких способов сколько? Сколько? Тринадцать. Точно? Тоже тринадцать. Тоже тринадцать, потому что клеточек здесь тоже ровно седьм, да? Да. Замечательно. Так. Молодец. Тринадцать умножить по тринадцать. Соса шестьдесят девять. Соса шестьдесят девять. Отлично. Сто, шестьдесят девять. Так, а здесь? Фи восьмое. Фи восьмое. Это сколько? Это двадцать и двадцать и один. Она у нас двадцать и один. Это у нас четыреста двадцать и один. Четыреста двадцать и один. А сложить? Ой-ой. Шестьсот девять. А давайте напишем формулу общего. Фи с номером m плюс n – это что такое? Это у нас есть. Это фи n плюс фи n. Вот здесь у нас есть n-ная клеточка. Есть те, которые перепрыгивают, а есть те, которые на ней останавливаются. Давайте. Вот здесь будет число с каким номером. Фи. Фи с номером n-1, да? А здесь будет фи с каким номером? Фи с номером n-1. Согласна? А здесь будет просто фи n-ная. Хорошо. А здесь будет что? Фи n. Фи n-ная. Фи n плюс 1. Фи n плюс 1. Отлично. Ну что, пишем? Фи n-1, фи n-ная. Плюс фи n, сейчас, n, фи n плюс 1. Для того, чтобы проверить, если мы все-таки не собрали лимон, давайте возьмем m, n, какие-нибудь не очень большие, чтобы у нас все числа были уже посчитаны. Так, 3-4, нормально. Фи седьмое, m это 3, значит, это есть m4, это есть фи третье умножить на фи третье плюс фи четвертое на фи четвертое. Так, проверяем. Фи седьмое, это вообще-то 13. Фи третье 2, 3х2, а фи четвертое это 3. 2х2 плюс 3х3 это 13. Хорошо, народ, пожалуйста, сами проверьте. Разумеется, это равенство можно доказать и по индукции. Индукции по m. Берем m за 1. Ну, конечно, давайте проверяем эту формулу для маленьких значений числа n. Сначала m равно 1. Фи n плюс n плюс 1. Я бы просто в качестве m взял бы не 1. Это есть. Фи n минус 1. Так, фи первое это 1, правда? Да. Фи второе тоже 1. Так это просто-напросто регулярная формула для числа Фибоначчи. Теперь берем в качестве m двойку. Фи n плюс 2. Тогда будет это есть. Фи n минус 1 умножить на фи второе. Фи второе тоже вносится. Плюс фи n умножить на фи третье. Фи третье это двойка. Давайте думаем, почему это так. Вообще-то это понятно, почему. Потому что фи n плюс второе это сумма двух предыдущих. Это есть фи n плюс первое плюс фи n, правда? Да. А фи n плюс первое это фи n плюс фи n минус первое. Ну, еще фи n не переписываю. А это как раз и есть. 2 фи n плюс фи n плюс фи n минус первое. Так? Да. Значит, база индукции что? Доказано. Отлично. Доказал я базу индукции. Теперь нужно при индукции получить вот это равенство. Смотрите, как это делается. Нужна такая индукция. От чисел m и m плюс 1 к числу m плюс 2. Понятная идея? Я уже для единицы двойки доказал, значит, получу для тройки. Для двойки тройки уже доказал, получу для четверки. А как это сделать? Да нет, ничего проще. Я пишу вот это равенство для m. Его же сейчас напишу для m плюс 1. И посмотрю, что мне нужно будет дальше. Понятное? Фи n плюс n это есть. Фи n минус первое. Фи n плюс фи n. Фи n плюс первое. Это для m. Для m плюс 1. Фи n плюс n плюс первое. Это есть. Фи n минус первое. Фи n плюс первое. Плюс фи n. Фи n плюс второе. Согласны? А что мне нужно получить? Вот это вот оно. А что мне нужно? А мне нужно получить. Фи с номером m плюс n плюс 2. Следующим образом расписанное. Фи n. Фи n плюс третье. Но, господа, если я сложу вот эти равенства, то смотрите. Здесь фи n минус первое вынесется, а фи n плюс второе это сумма. Правда? Да. А здесь фи n минус первое вынесется. А фи n плюс третье сумма. Победа? Да. Победа? Да. Все. Решили? Да. Решили мы эту задачу. Таким образом мы получили, не знаю, мне кажется, что замечательное равенство, которое выражают число Фибоначчи. В общем, заметьте, мы его получили комбинаторно. Там, конечно, мы его по индукции на сей случай доказали, но доказали, получили мы его абсолютно комбинаторно. Комбинаторно, значит, максимально-то я. Комбинаторно, это значит, более-менее без вычислений, мы устроили, смотрите, взаимно однозначное соответствие между вот таким количеством вариантов и вот этим. Помните, я сказал, все пути бывают перепрыгивающие и перепрыгивающие. Там нет. Хорошо.